11 февраля в Историко-Крыльевическом музее для учащихся начальных классов прошло мероприятие под названием «Мир открыток». Это часть большого проекта «52 выходных дня». Его организаторы хотят показать, что творит добро по плечу каждому. Ребятам рассказали целую историю создания добрых открыток. Первая открытка или расцветом искусства создания открытки как раз явился 19 век. Именно в 1840 году была создана первая открытка и посвящена она была Рождеству. Но у открытки есть еще «Золотой век». Он пришелся на 80-е годы. Тогда было очень много разновидностей открытки. Это и праздничные, и рекламные, и деловые, музыкальные, и электронные. Мы узнали сегодня на этой презентации, что открытки Зарубина. Зарубина. Открытки Зарубина. То, что он рисовал, и кадры из мультика «Ну, погоди». Девочкам и мальчикам было предложено сделать поздравительные открытки. В феврале два больших праздника. Это День всех влюбленных и День защитника Отечества. И, безусловно, каждый ребенок захочет оригинально поздравить своих родителей. А лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Дети в основном поздравят друг друга СМС-сообщениями, а мне хотелось, чтобы они занялись именно творчеством. Мы знаем, что сейчас снова в моде изготовление открытки своими руками. Мы это видим и в интернете. И вот сейчас есть возможность у детей это попробовать прямо здесь, коллективное такое творчество. С первого взгляда – обычный урок технологии. А на самом деле – перевоплощение школьников в волшебники. Из простой бумаги они творят настоящий шедевр для своих родителей и близких людей. Что нужно делать открытки своими руками? Мне кажется, чтобы отдать какие-то чувства своему тому человеку, которого делаешь открытку. Я делаю тут мамины любимые цвета. Там, например, салатовый, нежно-голубой. Напомню, что данное мероприятие проходило в рамках городского проекта «52 выходных дня». Он только набирает обороты. По словам организаторов, впереди еще много интересного. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».